ДИЖЕЙ МАНЬЯК Очень здорово, что мы каждую субботу приезжаем в Мист, это уже как наш второй дом. Что сегодня будет интересного, кто будет выступать? Сегодня очень интересный и популярный дуэт, можно сказать, диджей-маньяк, МС Рыбик. Мы рады, что в очередной раз они у нас. Подготовили отличную шоу-программу. Сейчас минуты-минуты начнется, уже огромное количество людей, и как раз пойдем посмотрим. Привет, ребят! Как всегда, безумно приятно вас видеть в клубе Миста в нашем городе. А какое настроение сегодня? Что собираетесь делать? Как зажигать народ? Как их немножечко расслаблять? Увлекать от всех грустных мыслей, которые сейчас всех одолевают? Я думаю, это будет делать все-таки Сергей. А я просто постою и буду наблюдать за этим всем действием под музыку. Ты же не просто постоишь, ты что-то будешь играть, наверняка что-то веселое, зажигательное. Это миф, это миф. На самом деле у меня есть трансляция, легче, с радио. Я подключаюсь к ИСФМ, и оно транслируется, все думают, что я играю. И меня спасает в этой ситуации всегда Сергей. Он рассказывает какие-то не очень смешные шутки. Но все почему-то смеются. Да, но я не думаю, что все-таки Сергей, все-таки Рыбик, все-таки должно быть смешно. Помните ваше первое совместное выступление? Клуб Барский. Там раньше еще был пол зеркальный, когда девушки приходили в курсах, было видно, а когда басклассов был один. Еще более... Но через месяц убрали пол. Не пол убрали, то есть его просто изменили. А у нас снова, кстати, открылся клуб, гей-клуб в Киеве. Я не был, что ты на меня смотришь? Я не был там уже. А у вас не было опыта выступления на подобных вечеринках для геев, например? Нет, был опыт, что Сергея не пускали в клуб, сказали, что он гей, и его не пустят в клуб на выступление охраны. Мне кажется, слишком брутально для гея. Тогда охрана так не считала. Наверное, охрана была... И тогда не было бороды у Сергея, брутальной. Мы выступали с геями, но специально для геев нет. Юра сильно задирает большой цене. Да. И я люблю во время выступления нагибаться. У меня такой фетиш. А это очень... У тебя низ капот стоит или что? Нет, я просто нагибаюсь. Просто больно. Ты просто при... Не, или ты, может, приседы делаешь, играешь и как бы там приседаешь, качаешь ягодицы. Сегодня увидите. Увидите, да? Привет, как настроение, что тебя сегодня привело в Миста? Сегодня часа случайно попала на эту вечеринку. И уже весело, да? Вот расскажи мне, что надо делать, чтобы только переступив порог клуба, уже так ржать и вообще было такое хорошее настроение. Что надо делать? Просто иметь хорошее настроение. Она просто так берется, вот раз и хорошее. Можно сказать и так. Да, ну еще подруга у тебя веселая, такой хихикает на заднем плане. Вов, давай покажем подругу. Вот она не хочет, а мы ее возьмем и покажем. Вот, что просто знали, посетители клуба Миста, какие девушки сюда ходят. Уже через неделю самое важное событие в клубной жизни Харькова в этом году – десятилетие клуба Миста. Я думаю, что все модницы уже готовят наряды, уже думают о прическах, о каких-то аксессуарах, чтобы блистать на этом празднике. Ух, мы, честно говоря, нам такую программу надумали. Действительно, очень будет насыщенно. И вы заходите в клуб и попадаете в нереальную атмосферу. Вот что будет там, прямо вот со входа, не буду рассказывать. Приедете, посмотрите. Но вот абсолютно в каждом зале будет что-то свое происходить. И будем очень красиво встречать. Очень красиво. А еще до того, как вы поднимаетесь по ступенькам в клуб, будет нереально. Всем, кто не торчит, всем, кто пьет шампанское, все, что льется. С Новым Годом! Спасибо, что вместе с нами. У меня вопрос есть, Рыбик, лично тебе. Я знаю, что ты выпустил книгу. Ты думаешь, что это рядом, в принципе, ты тоже известный. Поэтому нормально все. И у меня такой вопрос возник к тебе, поскольку через тебя прошло огромное количество красивых женщин, которых ты интервьюировал, да? Ну, либо просто с ними общался, назовем это так. Нет у тебя желания выпустить книгу, например, не знаю, там, женщинология какая-нибудь, да? Вот, то есть накопленный опыт передать мужчинам, которые жаждут каких-то советов. Я думаю, что мы живем в такой стране, где женщинам реально сложно, а мужчинам легко, потому что мужчины избалованы обилием красивых девушек. И все советы, мне кажется, не имеют никакого смысла, потому что если ты надоела одна, ты можешь запросто прийти к другой. Девушки, к сожалению, подобно похвастать не могут. В основном мужчины, если красивые, то уже женатые, или если красивые, то тупые. А такого, чтобы и красивые, и зарабатывал, и не знакомился с проститутками в нездоровых софт-клубах, таких очень мало. Поэтому я, как мужчина, живущая в Украине, очень рад, что все складывается именно так в нашу пользу. Я уже несколько раз общалась с девушками, которые относятся к хаос Мэйнекс, да? И хотелось, чтобы ты подробнее рассказал, что это за сообщество, чем оно занимается конкретно, как к вам попасть. Вдруг, не знаю, завтра захочу быть диджеем, проснусь и решусь. Это интересный клуб свингеров. Ну вот, куда? Пускай от немного. Через, то есть мы сначала отправляем... Через постель? Да, причем Сергея. Да, мы их как бы фильтруем через Сергея, а потом уже... Вот это к тебе, да? Да, а потом лучших я рассматриваю на кандидатуру. И пока что я никого туда не хочу брать. Наше сообщество организовалось оно таким образом, что я нашел людей, которые нравятся профессиональные качества, и решил их объединить, чтобы они не разбегались по разным углам. Это просто сообщество. Я их не хозяин, они не мои рабы. В команде как бы веселее работать и продуктивнее, чем каждый сам за себя. Стыдно постоянно висеть на гидропоне. Стыдно заниматься сексом с женой в гандоне. Стыдно, когда жена при этом фрегитна. А танцевать под рыбико – это не стыдно! Ну, я думаю, что ваша арт-группа уже немножко даже разбаловала харьковчан, потому что что не выходные, то какие-то звезды, какие-то диджеи модные и так далее. После «Виагры» наверняка будет такая же насыщенная программа. А как раз вот мы стараемся действительно радовать, радовать всех наших друзей и людей, которые к нам приезжают. Мы действительно стараемся создать такой комфорт, уют и отличную шоу-программу. Отличную, чтобы люди уезжали с улыбкой и действительно всегда в клубе Миста было интересно. Через неделю, там 17 октября в пятницу, мы продолжаем наши девичники вместе с Димой Матросовым. Ты едет радовать всю прекрасную половину Харькова. Да, будет отличная шоу-программа. И девичник ждем всех девушек, потому что будет очень круто. И через неделю, 25 октября, долгожданная дата, первый тур седьмого сезона шоу «Дюжина красоты» и главный гость – Миша Крупин. Так что всех ждем, будет очень крутое шоу и очень крутой концерт, Миша. А еще ходят слухи, что вместо выступит Анна Седокова. Это правда? Да, слухи – это вещь такая. Да, это правда, не будем скрывать. Аня едет там уже второй раз. Мы очень дружились с ней, и отличный был прошлый концерт. Сегодня в Миста МС Рыбик, который является шеф-редактором журнала «Максим», который присутствует при фотосетах и делает интервью с самыми красивыми сексуальными девушками. Максим, читаешь? Обязательно. Иногда, конечно, втанет своего парня, но читаю. Мне кажется, у тебя есть все данные для того, чтобы оказаться на его обложке, ну или как минимум поощадить в каком-то фотосете. Ты бы хотела? Ну, не знаю, наверное, ну, хотела бы. Твой молодой человек был бы не против увидеть твои полуобнаженные фотографии? Против. Тима, сегодня МС Рыбика отнимает у тебя твой хлеб. Как ты себя чувствуешь? Ну, он на самом деле не отнимает хлеба, но он добавляет, учитывая тот фактор, какое количество людей на танцполе, за что огромное спасибо. На самом деле, ну, мы все ждали приезда Рыбика с маньяком, и огромное спасибо за то, что они в своем плотном графике нашли время для Харькова, для клубомистов. Что ты вообще думаешь о его манере? Да, она такая своеобразная. Это не то, что своеобразная, это единственная в своем роде манера, которую никто еще не повторил и не повторит, наверное, да, наверное, никогда. Не знаю, нельзя говорить никогда, но почему-то, мне кажется, что Рыбика невозможно повторить и Верда даже, скажем прямо, переплюнуть. Я Харьбачанам пожелаю, чтобы они не переставали нас любить и приходили всегда на наши выступления с хорошим настроением. Я хочу пожелать Харьбачанам, чтобы команда Метали снова заиграла в полный рост, чтобы поскорее закончилась война в нашей стране.